МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам придется всем одеться и проследовать с нами в отделении полиции. Но оно долго будет. Про оперативно-профилактическое мероприятие у люберецких полицейских смотрите в сюжете. Хочу передать вам большой огромный привет от нашего коллектива, большого люберец-городской жильщики и от Совета депутатов. Лицей номер 42 отметил полувековой юбилей. Селевой каратэ объединяет разные правила, разные направления каратэ. Региональный турнир по всестилевому каратэ прошел в Люберцах. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и оперативных служб отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности далее. В межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе обратились более 1700 граждан из 32 уголовных дел, возбужденных за отчетный период. Сотрудники полиции раскрыли по горячим следам 27 преступлений. Также было 158 ДТП с одним пострадавшим и с одним погибшим. Дальше личный состав занимается профилактикой на улицах. С 8 по 15 ноября Люберецкие спасатели осуществили 37 выездов по сигналу тревоги. На территории городского округа они ликвидировали 4 пожара. Все происшествия обошлись без пострадавших. 11 ноября в поселке Красково было аварийное отключение электричества. К внештатной ситуации привели земляные работы, из-за которых повредился кабель. Аварийные бригады устранили неполадки за три часа. По электроснабжению был скачок обращений, вызванный данной ситуацией. Также рост обращений за прошедший период был по таким категориям, как Мособл-Ерц и справки. Всего за прошедшую неделю поступило 4741 обращения. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства, дорожного хозяйства, а также представители парков и экстренных служб. Медики, в свою очередь, рассказали о ситуации с COVID-19. В округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент уже более 200 тысяч жителей сделали прививку. Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий проверил готовность Люберецкой теплосети к зиме. О ходе проверки в нашем следующем сюжете. Это, как понятно, аварийная бригада. Такие проверки проводятся ежегодно. Основная задача – пройти зиму без существенных аварий. К сожалению, исходя из моего опыта, аварии были. И я говорю сегодня в очередной раз. Они были, есть и будут, к сожалению. И мы должны быть готовы. И в случае каких-то аварийных ситуаций очень быстро, очень оперативно все устранять. На случай непредвиденных ситуаций здесь всегда дежурит аварийная бригада. 57 человек работают сутки через трое. Всего же в Люберецкой теплосети почти тысяча сотрудников. Это вместе с операторами ИТР, обходчиками тепловых сетей, обходчиками тепловых пунктов, аварийно-диспетчерской службой, ну и понятно, что линейный персонал непосредственно эксплуатационных районов. Подготовка теплосети к зиме начинается еще весной. Как только температура воздуха достигнет нуля, приступают к тепловым испытаниям. Температурная раскачка трубопровода позволяет выявить слабые места и заблаговременно устранить их. Также есть план капитального ремонта по замене тепловых сетей, по замене котлов, по замене теплового оборудования, насосные группы, домососы, вентиляторы. Люберецкие теплосети идут в ногу со временем. Использование новейших бесшовных труб позволяет более точно контролировать эксплуатацию дробопровода и своевременно устранять повреждения. Жители округа могут быть спокойны. Тепло их домов под надежной защитой. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Зима близко и к ней нужно тщательно подготовиться. Глава округа проверил готовность управляющей компании «Самолет-сервис» к зимнему периоду. Тему продолжит наш корреспондент. Под контролем управляющей компании «Самолет-сервис» около 800 тысяч квадратных метров, на которых расположено 59 домов. В настоящий момент здесь трудится 54 дворника. Также есть дополнительные мобильные бригады. Закуплены новые тракторы и погрузчики. В процессе уже закупки ждем поставки. Это роторные машины, которые будут убирать тротуары. Реагент закуплен в полном объеме. Подготовились и продолжаем еще подготовку. Эта управляющая компания обслуживает микрорайон «Самолет» уже 6 лет. Жители считают, что коммунальщики хорошо справляются со своими обязанностями. «Прошлую зиму просто было очень много снега, и поэтому, возможно, были какие-то заминки. А до этого вроде как все нормально было. Позапрошлую зиму не помню, что были какие-то проблемы». «Я сижу, требования берегового в Москве. На один дом, два, вот этих ручных снегных бочек. Два. У них ничего нет». Владимир Ружицкий посетил управляющую компанию «ЖК «Самолет» и дал оценку ее готовности к зимнему сезону. «К сожалению, в зиме готовы слабенько. И я бы сказал задачу, мы к этой теме вернемся. Сегодня нет проблем. Сегодня и техника есть, ее можно взять в лизинг, можно ее купить, можно взять в аренду. И мы ориентированы на обильные снегопады». Синоптики прогнозируют, что предстоящая зима будет щедра снегом. И пока дети радуются сугробам, управляющим компаниям предстоит серьезная работа. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В парке «Лапсы» активно ведутся работы по благоустройству. Глава любви берется Владимир Ружицкий лично проверил ход ремонта. Парк «Лапсы» издавна любим местными жителями. Именно они большинством голосов выбрали его на портале «Добродел» для благоустройства. «В конечном итоге мы с жителями согласовали и предпроектное решение, и проект. И, конечно, немножко затянули в силу разных причин. Ну и парк небольшой, мы говорим, что это парк. Но здесь порядка 4 гектара земли, но он находится в таком хорошем месте. Там или на рядышком станция, такая проходная зона». На сегодняшний день земляные работы закончены на 90%. На следующей неделе завершат укладку плитки и бордюрного камня. Наступление зимы, уверяют строители, не помешает облагораживанию парка. «Я думаю, что в каждом поселении должны быть места, где люди могли спокойно отдохнуть, погулять с колясками. Здесь предусмотрена у нас зона отдыха для детей, спортивная зона, теннисный стол». А еще современный скейт-парк, оборудованная площадка для занятий воркаутом. Лавочки, фонари и клумбы также установят в парке имени героя Советского Союза Анатолия Лапса. Завершение ремонтных работ планируется на 15 декабря. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберцы. Народные избранники рассмотрели три вопроса, включенных в повестку дня. В первую очередь участники собрания приняли за основу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Что касается расходной части бюджета, то в следующем году она составит 12 миллиардов 483 миллиона рублей. Основные затраты направят на реализацию 17 муниципальных программ. В частности, благоустроят дворы и общественные территории, завершат третий этап реконструкции Малаховского озера, а также проведут комплексные работы в Центральном парке, парке сказок и на Кореневском карьере. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Люберцы назначены на 3 декабря. Люберецкие полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Хостел». Объектом внимания правоохранителей стали иностранные граждане, проживающие в мини-гостиницах. Стражи порядка проверили их на предмет законности пребывания и трудовой деятельности на территории России. Подробности в материале моих коллег. Утро для жителей этого хостела началось раньше, чем обычно. Но вместо кофе их взбодрил неожиданный визит людей в погонах. В первую очередь, правоохранители интересуют законность пребывания иностранных граждан на территории России. Для некоторых постояльцев мини-гостиницы проверка не прошла успешно. Вам придется всем одеться и проследовать с нами в отделении полиции. На работу в этот день вынуждены опоздать более 30 человек. Далее ждет еще одна проверка, но уже в отделении полиции. Но наличие регистрации и разрешения на работу – не единственные пункты оперативной проверки. В отделении полиции предстоит выяснить, причастен ли кто-то из задержанных к совершению преступлений и правонарушений. Проверяем регистрацию, документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт, на основании чего они здесь находятся. А также, если они работают, то патент на работу в Московской области. В дальнейшем будет проверяться по базам, находятся ли данные граждане в розыске. Подобные операции люберецкие полицейские проводят систематически. Одновременно осуществляются проверки размещения самих хостелов. У Изеи Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Полвека на страже знаний. Лицею номер 42 городского округа Люберцы исполнилось 50 лет. В честь юбилейной даты в учреждении образования прошел праздничный концерт. На нем побывали и мы. История 42-го лицея началась в 1971 году. В Люберцах построили современную по тем временам школу, которая во многом отличалась от других образовательных учреждений. Сегодня здесь бережно хранятся традиции, которые зародились 50 лет назад. И большой юбилей – это праздник, который объединяет поколения. Эта школа дала мне старт в моей образовательной профессии, в образовании. Я здесь многому научился, многое подчеркнул для своей дальнейшей работы. Коллектив, в котором я работал, коллектив, который всегда мог поддержать, всегда мог подсказать. Современный коллектив – это более 50 педагогов, преданных своему делу. Примечательно, что 27 из них, в том числе и директор Елена Юшко – выпускники этого лицея. Всего за полвека в этих стенах получили путевку в жизнь более 11 тысяч человек. Те ученики, которые сегодня обучаются, они в перспективу будут примножать историю школы, развивать школу. Ну, а учителям, если не желаю, чтобы вот эти традиции вы дальше развивали, сами развивались. Имею честь знать школу, знать всех директоров. Хорошо, когда есть традиции, когда их соблюдаешь, когда с ними идешь, они продолжаются. Мы хочу передать вам большой, огромный привет от нашего коллектива, большого. Люберец городской жильщики и от Совета депутатов. Коллективу лицея юбиляра вручили благодарственные письма главы городского округа Люберца, а также ценные подарки и сертификат на приобретение компьютерной техники. А главными артистами праздника стали не только ученики, но и педагогический состав. Дворцу детского и юношеского творчества исполнилось 75 лет. В честь юбилейной даты в Люберцах прошел праздничный концерт. На главную сцену округа вышли воспитанники и сотрудники учреждения дополнительного образования. На торжественную встречу пригласили и моих коллег. Дворец детского и юношеского творчества создан в 1946 году. Тогда он назывался «Дом пионера». Обоконуться в его историю помогает вот эта выставка. Ретро-фотографии и подделки, созданные руками советских детей. Золотой фонд образовательного учреждения. Вот эти работы, которые вы видите, все участвовали в различных конкурсах, выставках. Все имеют призовые награды. И сегодня, когда мы их представляли, многие люди с теплом вспоминали, кто-то занимался во Дворце творчества. Нынешние воспитанники Дворца творчества ничем не уступают своим предшественникам. Вторая выставка уже современных работ в тому доказательство. Организация, объединяющая талантливых детей, не забывает традиции, но в то же время постоянно двигается вперед. «Заслуга Дворца творчества, что мы практически разбросаны по всему. Не практически, а мы действительно разбросаны по всему городскому Любовице. От Краскова, Малаховки, Томилина до самого центра, до северной стороны Любовицы. На следующий год еще у нас несколько добавляется зданий на севере, в частности, через Комсомольский проспект». На сегодняшний день Дворец детского и юношеского творчества работает по шести направлениям. В стенах учреждения получают дополнительное образование около шести тысяч юных жителей городского округа. «Проводится огромная работа в плане воспитания наших детей. Самое главное, чему учите вы, вы учите их трудолюбие, усердие, учите дружить, любить свой родной край, любить свою семью, любить свое творчество». За эти и многие другие заслуги и в честь юбилея Дворца детского и юношеского творчества педагоги получили памятные медали, почетные грамоты и благодарности. А воспитанники учреждения, в свою очередь, поздравили их своими выступлениями. В музейно-выставочном комплексе открылась новая выставка, но на этот раз не картин и не экспонатов, а живых пауков. Самые редкие виды членистоногих привезли из Алтайского края. Все подробности у Луизы и Геазарян. «Официальное название этого паука – Терофоза Блонда, но он больше известен как паук-горяв. Самый крупный вид паука на планете, который по размаху лап может достигать около 30 сантиметров». С 1967 года этот вид пауков внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире, как по весу, так и по размеру. Свой статус Терофоза Блонда сохранил до сих пор. Егор Рыбаков считает эту особь жемчужиной своей коллекции, которую он собирает ни много ни мало – 11 лет. «Мы познакомились, в общем, с туристами у себя там дома на Алтае. Как-то с ними очень сдружились, начали общаться. И своими рассказами, они фанаты своего дела, так скажем, как говорится, и нас увлекли. Но тоже желание заводить пауков у нас не появилось. И просто в одно прекрасное лето они нам привезли, подарили трех птицеедов. Сказали, что это наши питомцы, и все, деваться нам некуда». Постепенно Егор стал заниматься коллекционированием. Сейчас у него дома 138 членистоногих. Это не только пауки, но и ядовитые скорпионы и многоножки. Со своими питомцами житель Алтайского края объездил уже более 20 городов. В Люберцы зооколлекционер привез 40 террариумов. «Если вы панически боитесь пауков, то вам непременно стоит посетить эту выставку. По статистике, у большинства людей после таких добровольных визитов навсегда пропадает боязнь перед членистоногими. Правду говорят, чтобы победить страх, нужно посмотреть ему в лицо». Познакомиться с удивительным миром пауков можно до 19 декабря. Следующей точкой путешествия членистоногих станет Москва. В дальнейшем свою живую выставку Егор Рыбаков представит за пределами России. До Нового года еще полтора месяца, а главные праздничные персонажи уже активно готовятся к нему. В Люберцах прошел третий фестиваль-практикум «Академия Снегурочек». На этот раз он собрал около 50 зимних волшебниц со всей России. Наша съемочная группа уже прониклась новогодним настроением. Открытие «Академии Снегурочек» стало настоящим праздником. Главные новогодние персонажи соскучились по такому формату общения. В прошлом году они делились секретами волшебства дистанционно. На этот раз встреча состоялась офлайн. Но принять всех желающих у организаторов все-таки не получилось. Пришлось нам урезать количество в связи с мерами, которые нам продиктовали условия современности. Мы сделали 18 и 19 онлайн Академию Снегурочек. Там уже около 100 человек. То есть те, которые не успели записаться, потому что мы ограничили количество Снегурочек. Около 50 участников из 19 городов России. В отличие от предыдущих фестивалей, на этот раз праздничный семинар собрал и Дедов Морозов. Некоторые из них приехали со своими Снегурочками. Творческий тандем Александра Матыцина и Александры Зайцевой из Ивантеевки и Королёва. Новогодние волшебники посетили Люберцу, чтобы вдохновиться новыми идеями. Окунуться в эту атмосферу потрясающую, которую вы здесь создали. В общем, огромное спасибо. Просто сейчас уже чувствуется праздник. Вот-вот уже будет праздник. Поэтому мы уже собираемся и обходим свои владения. О последних творческих новинках Деды Морозы и Снегурочки узнали у приглашенных спикеров, профессиональных игромастеров. Ведь главные новогодние персонажи должны постоянно удивлять и радовать публику. После такого живого многочасового общения с коллегами у них это должно получиться. С Новым годом! В Некрасовке готовится к открытию фитнес-клуб «Охана». Это сеть, которая успешно развивается в Московской области и в столице. Очередной спортивный объект станет пятым по счету и самым крупным за всю историю бренда. В будущем фитнес-клубе пока идет ремонт. Но уже на этом этапе понятно, что он будет во многом отличаться от привычного облика подобных объектов. Масштаб можно оценить по площади и размерам здания. А безупречный стиль и дизайн по помещениям, где уже все готово. Это действительно тот фитнес-клуб, который в Москве очень сложно найти аналог. Мы единственные в своем роде. У меня 7 тысяч квадратных метров. На 7 тысячах располагается тренажерный зал, большой банный комплекс, зона бассейна, где у нас целых три бассейна, плюс большая гидроэроджакузи. У меня 8 залов групповых программ. А еще ресторан, салон красоты, игровая зона и образовательные программы для детей. Такой объект сложно назвать просто фитнес-клубом. Это современный многофункциональный комплекс, который собрал все самое лучшее у своих предшественников. Мы создали свое имя с 2016 года. Посмотреть те клубы, которые открывались в 2016 году и провести аналогию. Каждый следующий клуб был намного масштабнее, намного больше и собирал все самые новые технологии. Здесь собрали все идеи, которые только хотели воплотить наши учредители. И вот здесь, в Некрасовке, это будет все воплощено. Здесь предусмотрены занятия активности для людей разного возраста, от грудничкового до пожилого. Комфортные условия предусмотрели для тех, кто планирует посещать центр с детьми. Название комплекса «Ахана», что в переводе с гавайского означает «семья», говорит само за себя. «Осматривают для себя, для супруга и для троих детишек. В предвкушении, потому что следим давно за стройкой и достаточно быстро у них проводятся все работы. Мы даже удивляемся, все боялись-боялись брать карты, но сейчас вот будем оформляться». Новый фитнес-клуб распахнет свои двери 30 ноября, но стать его клиентом или частью тренерской команды можно уже сейчас. В городском округе прошел региональный турнир по всестилевому каратэ. Соревнования, посвященные Дню народного единства, собрали во Дворце спорта «Триумф» около 250 юношей и девушек. Наш корреспондент наблюдал за их выступлениями. Это далеко не первый выход Михаила Тимакова на ковер. За 8 лет занятий каратэ юноша успел собрать небольшую коллекцию наград. На очередном региональном турнире рассчитывает занять призовое место. «Я очень серьезно относился к соревнованиям. Я отношусь к соревнованиям очень хорошо. Готовлюсь, дома еще тренируюсь, потому что ошибки нужно исправлять. Хочу второе, первое, конечно, идеальное. Ну, хотя бы попасть в тройку». Ожидания спортсмена оправдались. В дисциплине ката он вошел в тройку лучших в своей возрастной категории, но занял не второе, как прогнозировал, а третье место. Кроме подмосковных каратистов, в региональном турнире по всестилевому каратэ приняли участие дети из Тверской и Владимирской областей. Соревнования поделили на две части. В первой выступили спортсмены от 6 до 12 лет, а во второй – подростки. «Всестилевое каратэ объединяет разные правила, разные направления каратэ. Здесь есть ограниченный контакт, полный контакт, есть выполнение традиционных упражнений формальных, так называемых, ката, есть бои в защите. Вот все это на разных площадках происходит». Для ребят победа в подобном турнире – шанс попасть в сборную Московской области, а в дальнейшем выступить на первенстве России. Эти соревнования помогли выявить 45 перспективных каратистов. Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова